Главные вести Карачаева-Черкесии на телеканале Россия-1. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте, с вами Руслан Куркмазов. Новые врачи, новые методы лечения. В Припуганском районе начата работать горячая линия помощи амбулаторным больным COVID-19. Коронавирус и чтение Корана. Конкурс в особом режиме. В Карачаево-Черкесии выбрали лучший мусульманский голос. Абазинская культура на московской сцене. Народный театр «Инжич» испытал себя во Всероссийском фестивале. И все на лыже в Домба открыли зимний сезон. Что нового на горном курорте? Сегодня специальный колл-центр открыли на базе поликлиники Центральной Прикубанской больницы. Это решение было принято руководством медучреждения в связи с пандемией, чтобы более тщательно вести контроль над лечением амбулаторных пациентов. По словам главного врача Салтана Дотуева, ежедневно в больнице проводят 45 заборов биоматериала. Ситуация с выявлением коронавируса находится под контролем. И госпитализация производится по степени утяжеления заболевания. Если раньше из-за вовлечения врачей в COVID-госпиталь ощущалась нехватка медперсонала, то сейчас принято 4 новых сотрудника, ситуация выровнялась. А с появлением колл-центра ожидается, что лечение пациентов будет еще более эффективным. В их функциональные обязанности будет входить следующее. Это обзвон людей, которые лечатся на амбулаторном звене, которые выписываются со стационаров, их ежедневный мониторинг, ежедневный обзвон и с соответствующим введением в регистре, в федеральном регистре документации. И с введением их ежедневных дневничков. И весь из оперштаба сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 866 человек. Из них 8 195 человек выздоровели, 870 госпитализированы. Сегодня в парламенте республики состоялась очередная сессия Народного собрания. Депутаты рассмотрели 24 вопроса. Основной из них касался налоговых каникул. Они продлены до 1 января 2024 года в виде нулевой налоговой ставки для налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Карачаево-Черкесии и перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения. В отношении видов предпринимательской деятельности, производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению. Также созданы условия для обеспечения плавного перехода предпринимательств ЕНВД на другие налоговые режимы. Сейчас прогноз погоды на завтра. После мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Небольшие осадки, мокрый снег, днем без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 2-4, днем 5-7. Выше нуля ночью и утром на дорогах гололедица. Черная пятница в магазине «Вятские меха» с 27 по 30 ноября. Скидка до 50%. ТЦ «Панорама» первый этаж. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Это главные вещи Республики. Мы работаем в прямом эфире. В соборной мечети «Села Дружба» прошел финал республиканского конкурса «Часов священного Корана». Желающих принять участие в конкурсе, как и в предыдущие годы, было немало. Но из-за особого режима, связанного с коронавирусом, количество участников и гостей было ограничено. Репортаж моего коллеги. Конкурс в этом году проходил в весьма непривычных условиях. Организаторы заблаговременно предупредили всех участников о необходимости соблюдения мер противоопедемической безопасности. Финал республиканского конкурса собрал самых лучших, доказавших свое мастерство в чтении сечленного писания на муниципальных этапах конкурса. В течение года участники не просто готовились, но и сильно волновались и ждали этого дня. Ведь в этом году из-за пандемии впервые в истории были закрыты даже главные сайтыни мусульман всего мира Микаймедина. В своих домах после каждой молитвы делайте дуа для всего джамагата. Когда человек делает дуа для джамагата, его личный дуа тоже принимается. Поэтому я вас прошу, делайте дуа для всего нашего джамагата, чтобы Аллаху Та'ала вел нас по прямому пути, по пути, который он нам не спослал в Коране. В этом году, как и в прошлом году, не участвуют хафизы. Это люди, знающие Коран наизусть. Финалистов, а их 30 человек, организаторы разбили на 5 возрастных и 1 профессиональную группы. Начали конкурс самые младшие, участники до 15 лет. В этой категории лучшим, по мнению жюри, стал Али Эркенов. А в группе от 15 до 35 лет победил Али Аджиев. Затем шли участники от 35 и до 57 лет. И первое место у Альбека Чучаева. Среди конкурсантов от 57 и до 75 лет лучшим стал Руслан Байрамкулов. Ну а в самой возрастной группе, 75+, компетентное жюри покорил своим чтением старец Сейпул Семенов. Я ожидал, что я первое место получил. Вот в третьем, четвертом, может, там, ну, так, Аллах, помог мне. В категории профессионалы возрастных ограничений уже не было. Но здесь, кроме красивого чтения, жюри оценивает еще и грамматику участника и задает дополнительные вопросы. Первое место занял Курбан Али Юсупов. А еще из числа профессионалов были выявлены абсолютные победители конкурса на главный приз, учрежденный главой республики Рашидом Темрезовым. В этом году целых две путевки в Хадж. И счастливчиков, которые могут, благодаря своим знаниям, совершить паломничество по святым местам, тоже двое. Один из них Марат Дуддаев, который очень сильно рассчитывал получить возможность выполнить одно из главных предписаний ислама. Я делал два, просил Аллах, чтобы он даровал мне поездку в Хадж, чтобы я занял первое место. И по нему села я получил. Обладатель второй путевки Расул Эркенов признается, что, услышав тени предыдущих участников, успел потерять надежду на победу. А то, что жюри мое имя объявило вторым победителем, для меня стало приятной неожиданностью, признается молодой человек. Аллах помогает, если хорошее намерение и есть жухт, старание, Аллах помогает всем. Первый замминистра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаева-Черкесии Ислам Хубеев отметил, что для профилактики экстремистских настроений подобные мероприятия необходимы. Во-первых, была гармония между всеми народами и пониманием, и межконфессиональное понимание, и внутриконфессиональное понимание. Такие мероприятия, они в свою очередь являются профилактическими. В каждой группе были определены три призовых места. Победители во всех номинациях получили по 50 тысяч рублей. По 35 и 20 тысяч рублей получили участники, занявшие вторые и третьи места. Ахмат Халкевичев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Вошли в двадцатку лучших. Народный театр Инжич стал лауреатом Всероссийского фестиваля любительских театров, который прошел в Москве. На предварительном этапе они стали номинантами уже в списке самых лучших и участвовали в галоконцерте на сцене Московского академического театра «Русская песня». Фатима Даурова успехи маленького, провинциально, но уже большого театра. Все начинается здесь. Мысль, слово, идея и ее воплощение. Сидя в крошечной комнате за кулиси, актеры Народного театра Инжич разработали очередной сценарий. Записали выступление на камеру и отправили видео на участие в конкурсе Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов, который проходил в рамках нацпроекта «Культура». Отправили и забыли на время, пока они не получили письмо с уведомлением о том, что вошли в двадцатку самых лучших любительских театров со всей России. Встретили нас очень радушно. Было очень приятно и интересно. Столичная жизнь, вообще-то все так неожиданно. Мы приезжаем и выступаем в лучшем концертном зале города Москвы. Конечно, волнение, конечно, переживание, но все это было преодолено и выступили ровно, спокойно, как полагается. И что удивительно, нас встретили на бис. Стоя хлопали, аплодировали люди, потому что это было очень эмоционально на высоком уровне. Военно-поэтический блок, который представил коллектив Инжича, вызвал восторг зрителей. Стихи были прочитаны настолько проникновенно, что зал взорвался аплодисментами. А выступление Зуриды Койчевой потрясло каждого зрителя до глубины души. Наш успех заключается в том, что именно вот эта Зурида, она прочитала эти стихи с такой искренностью, с таким душевным настроем, материнским чувством, женственностью. Вот как вот действительно, что весь зал плакал. Там после концерта все нас останавливали, вы Инжич спрашивали, да, вы Инжич. Мы говорим, да, вот спасибо вам, спасибо, вот такие благодарности. Это самая эмоциональная часть вот этого концерта была, как я понял. Люди очень были довольны, зрители. Ну а сзади еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляла. Найн, твердил он важно, расстреляйте. Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте. Ну в живых оставьте сыновей. На гала-концерте коллективы исполнили свои лучшие произведения, а также совместные композиции, которые были подготовлены специально для этого проекта. Фрагменты драматических балетных спектаклей, сводные духовые, акробатические цирковые номера. Фатима Даурова, Заур Лиев, Алий Бастанов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Переносимся в горы. Сегодня в Дамбай открылся новый горнолыжный сезон. В курортный живописный уголок постепенно съезжаются со всей России, чтобы отдохнуть, покататься со склонов и просто полюбоваться пейзажами. Насколько Дамбай готов принять поток туристов и что нового их ждет в этом сезоне. Из «Снежной сказки» репортаж Алихана Лепшокова. Новый горнолыжный сезон в курортном поселке Дамбай официально открыт. Сейчас потихоньку сюда съезжаются туристы, чтобы отдохнуть и насладиться красотой этих сказочных склонов. Здесь созданы все условия для горнолыжного отдыха, отдыхающих пока не так много. Но тем не менее здесь есть на что посмотреть и прокатиться на горных лыжах и сноуборде. Перед тем, как открыть новый сезон, были проведены технические проверки всех канатных дорог, а также созданы все условия для комфортного отдыха туристов. Проведена проверка канатных дорог, техническое состояние. И полностью и внизу, и в муниципалитет полностью подготовлен. Уборка, расчистка снега, уборка мусора. Ну как бы мы готовы к принятию гостей. В этом году у нас будет открыта еще одна трасса, достроена горнолыжная трасса. Все гостиницы работают в штатном режиме с теми рекомендациями, которые дал Роспотребнадзор. Вот мы и на третьем склоне. Здесь можно не просто прокатиться, но и купить сувениры на память о Дамбайе. Зимний сезон пользуется особым спросом и особенно в период пандемии целебное вещество от кашля балхам, которое изготовлено из малых хвойных деревьев, топленого сливочного масла и меда. В основном, конечно, интересуются более теплыми вещами, напитками всякими для разогрева. Ну и, естественно, мы их тоже угощаем. Естественно, встречаем, как полагается, народных наших хороших гостей. И все вроде идеально проходит. С января месяца к концу декабря наплыв хороший. Народу очень много будет. Поэтому будет супер, шикарно. Горы – это страсть для любителей экстрима. Каждый год на этих снежных шапках сотни ценителей горнолыжного спорта оттачивают свое мастерство. Эти склоны манят нас, и поэтому мы каждый год приезжаем сюда, чтобы подышать кристально чистым воздухом и полюбоваться этими живописнейшими пейзажами, отмечают туристы. В Дамбайе вообще великолепно, конечно. Красота неописуемая. Сочи не сравнить, сразу скажу. Погода местами вообще, то есть очень изменчивая. Но оно само по себе горы. Вчера прекрасно, позавчера была метель. Жутко, что вообще было склонов не видно. Катались на ощупь. Сегодня тоже великолепно. Так что езжайте все в Дамбай. Все классно, все нравится. Мы уже сейчас на шестом уровне. Вернее, моя подружка туда поднялась. Мне холодно и осталось. А так очень классно, все нравится. Не знаю, прям и погода, и люди очень классные, все такие гостеприимные. Так что довольна. Кухня, это вообще шикардосная. Мы попробовали хачаны, естественно, карачаевский. Очень вкусно, все понравилось. Дамбай открыт для всех, кто собирается провести свой активный отдых в краю сказочных и заснеженных гор. Али Халеб Шоков, Расул Берди, в Вести Карачаева, Черкесия, Дамбай. Такие вести в Карачаево, Черкесии сегодня. Прямо сейчас переносимся в Средневековье и узнаем, как народу жилось при Иване Грозном. Продолжение исторической драмы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»